всем привет вижу итак всем привет все я вижу всем привет я или привет шалом сейчас немножко подождем пока все подключатся сегодня мы поговорим о том зачем зачем нам изучать тору зачем это мужчинам зачем это женщинам зачем это нам всем всем привет ждем пока все подключиться всем шалом подключается народ очень рада быть на связи всем шалом всем привет хорошего вечера хорошего настроения всем привет все значит сюда пришли сейчас со мной как и я мы все пришли сюда изучать тору до узнать что-то новое изучать тору а зачем нам это всем добрый вечер шалом немножечко подождем пока мы все подключимся было шалом саша шалом руд шалом всем привет очень рада что все подключаемся всем шалом итак вопрос в студию зачем нам изучать тору зачем зачем это мужчинам делать зачем это делать женщинам что мы этим себе добавляем кому-то добавляем зачем мы можем сказать что изучать тору нужно для того чтобы быть умными ok допустим до чтобы быть умнее это так или изучать тору нужно для того чтобы лучше исполнять заповеди до чтобы понимать как из исполнять окей хорошо допустим или изучать тору нужно не знаю для того чтобы развиваться до что-то делать это все да но самое самое главное зачем мы изучаем тору это для того чтобы становиться ближе ко всевышнему до чтобы приблизить себя к нему понятно что когда мы исполняем заповедь туда мы становимся ближе ко всевышнему это определенно мы как бы связываемся с ним но когда мы начинаем изучать тору мы как будто бы сеть вот прям напротив всевышнего или как будто бы мы его обнимаем и может быть мы это физически да не чувствуем но душа это по-любому чувствует да теперь если мы возьмем с вами отрывок мы все стараемся читать перед сном и утром отрывок шмай сраэль до шмай сраэль ашем выход в авто это шмай сраэль написано что отец да это обращено к отцу что ты должен передать эти слова которые дает всевышний своему сыну ты должен их полюбить всем своим сердцем да теперь значит из этого отрывка мы видим что если отец не будет передавать вот эти вот слова своему сыну то произойдет ассимиляция да как вот у нас день памяти жертв холокоста да мы вспоминаем всех жертв если подумать о том что половина людей которые которые родители или дедушки и бабушки чьих выжили после холокоста они живы благодаря этому но произошла ассимиляция да духовно нас скажем так побили уничтожили и мы немножко оставили наши традиции но если мы взглянем на это с другой стороны да мы не будем зацикливаться на плохом мы взглянем на это с другой стороны сейчас происходит просто что-то нереальное многие люди живут в израиле соблюдают здесь много кошерной пищи много каши не знаю скромной одежды много то и торы да здесь сейчас выходит очень много книг которые помогают изучать тору я не знаю таня талмуд гмара сихот какие-то беседы умных великих людей каких-то рэбэ да это сейчас стало настолько доступно и открыто что люди которые жили в ссср еще до в советское время они даже мечтать не могли о том чтобы так спокойно и не в закрытую изучать тору да то есть если еще один дань бонус почему зачем нам изучать тору чтобы не произошла ассимиляция до чтобы передавать ее от поколения в поколение теперь вопрос а тору нужно изучать только мужчинам получается женщинам не надо и тут так конечно же на и женщинам тоже надо мы занимаемся воспитанием наших детей давайте посмотрим правде в глаза да мы мы каждый день мы больше всего времени мамы проводят до со своими детьми мы передаем им и правила я не знаю как вести себя как человек и правила воспитания и тору да и традиции это мы то есть женщины конечно должны знать элементарные заповеди и передавать это своим детям лучше всего своим примером хорошим тогда дети смотрят я тоже хочу я тоже так хочу и нужно быть хорошим примером и так и еще мы знаем что когда рождается ребенок малыш что ему говорят ему говорят кто рекупе и к хорошим делам да когда рождается малыш пусть растет кто рекупей к хорошим делам то есть пусть будет ну как бы с хорошими вещами расти да ведь в этом нет ничего плохого это нужно выделять в день минимум времени для того чтобы соединяться со всевышним это может быть статья маленькая в интернете это может быть наша платформа вайкра рассылки вот в телефоне как видео как рут ушаков пишет да и статьи и ты просто окунаешься и даже что этому уделили минуту 30 секунд в день всевышний это это как будто бы мы обнимаем всевышнего мы говорим вот я среди всего дня уделяю время тебе и я тебя обнимаю да и понятно что это сложно более того иногда я утром молюсь когда я говорю всевышний пожалуйста помоги мне понять дай мне сил что-то учить да дам не сил понимать потому что это сложно это сложно когда нас такая вот голова много работы дети семья балаган сесть и спокойно что-то прочитать нам кажется не у меня нет для этого времени поэтому конечно надо просить у всевышнего понять свыж не дай мне понять всевышний помоги мне в изучении торы помоги я не справляюсь пожалуйста направь мои шаги да и в этом нет ничего страшного даже если мы попросим это тоже уже как шаг к изучению торы это как потому что тора тоже сравнивается для нас как вода мы как рыбы в воде в торе да потому что с этим легче жить мы действительно легче выполняем заповеди больше понимаем ведь врач если он не будет учиться на врача да то как он будет хорошим специалистом если мы не будем учиться быть людьми быть евреями жить по торе как мы будем евреями да как мы будем подтверждать свое еврейство как бы грубо говоря да знаете как есть история про как однажды ну как их как история пример как однажды лиса подошла к озеру и видит там рыбы что прыгают светятся судятся от кашу такое что случилось с вами и рыбы такие то там рыбаки везде по раскидывали свои сети нам некуда плыть тут везде они сейчас нас поймают она горит так давайте ко мне сейчас тут корзину я вас спасу давайте ко мне прыгайте рыбки они такие горят мнение мы лучше тут уже сколько сможем поплаваем в нашей воде потому что так мы вообще исчезнем так вот когда мы стороны мы хоть как-то доживем а без торы это это трудно да и и смысла нет как такового вот и это опасно это опасно быть конечно же без торы поэтому важно вот в каком городе мы находимся до постараться найти общину познакомиться с раввином до познакомиться уроки постоянно вообще не наверняка проходят какие-то до познакомиться приблизиться узнать изучать и я уверена что так жизнь каждого из нас будет улучшаться потому что всевышний он обещает сделай мне шаг навстречу я сделаю тебе 10 шагов если мы хотим чтобы наша жизнь менялась в лучшую сторону надо просто открыться этому я думаю вот поэтому дай бог чтоб нам хватало сил брать себя в руки изучать тору да уделять этому время жить по торе и своим примером хорошим показывать людям что это классно и приглашать их за собой это наверное самое самое приятное это что мы с вами потомки мы говорят про нас что мы поколение лилипутов которые стоят на плечах гигантов гиганты это наши прабабушки прадедушки которые отдавали жизнь за то что они евреи до которые мечтали получить этот отрывок который чтобы что-то получать поучить до которые на пэсах меняли на пачку хлеба на этот кусочек мацы они отдавали жизнь за свое еврейство мы сейчас для нас стало соблюсти шаббат вы что как можно соблюсти шаббат как можно отказаться от телефона до кошерная еда это же голодает человек это стало для нас сейчас таким странным хотя это часть нашей жизни, и надо к этому стремиться, да, надо учить и любить Тору, чтобы жить. Да, всем спасибо большое за эфир, я очень благодарна вам, что вы присоединяетесь, комментируете, что вам интересно, что мы обнимаем Всевышнего тем, что мы с вами тут изучаем немножко-немножко Торы и украшаем так наш день. Мы говорим, вот, я полезно и сделала вот это сегодня. Вот, спасибо вам большое, всем хорошего вечера, всем пока! Продолжение следует...